всем привет дорогие друзья рад приветствовать вас на своем канале рыбакам да впрочем как и простым зрителям интересно что же хранится вот в этих вот самых чемоданах у рыболовов и те снасти они с собой возят при ловле хищника и сегодня я хочу с вами поделиться маленькой частью этого чемоданчика рассказать про воблеры мелководные воблеры до двух метров которые считаю по личному мнению самыми уловистыми или одними из самых уловистых на мой взгляд это воблеры бомберы вот но ящик смотрите какой у нас большой да если посмотреть он трехэтажный у нас здесь у нас как раз хранятся бомберы здесь у нас более глубоководные коллекция здесь еще глубже вот здесь у нас катушки хранятся вот но и ему аккумулятор я уже с вами для вас точнее здесь сейчас разложил свои бомберы вот наиболее уловистые наиболее уловистые расцветки вот ну и хочу рассказать сначала небольшую предысторию также мы пришли к этим бомберам это случилось наверно года четыре назад когда мы рыбачили по волге от от худа бородатки так называемый не знаю то есть рыбакова знают поймут вот спускались в сторону костромы по течению и вот плывя вдоль травы до дороже наверное проплыть несколько километров мы не одной не то что и одной штуки не поймали мы едной поклевки не видели вообще ничего и вот проплывая где-то у крахмалопадочного завода мы решили покопаться в своем вот этого богатого ящика вот посмотреть что же у нас здесь есть из мелководья и вдруг наткнулись на старый давно купленный воблер этот бомбер расцветка форелька вот тогда он еще был у нас новенький лежал непокусанный сейчас можете посмотреть он весь объеденный вот мы решили на него попробовать вдруг получится и только мы насадили этот воблер представляете проплыть наверно еще вниз километр мы на него поймали шесть штук да не крупных еще ряд но шесть представляете то есть ни на какие воблеры больше не клевало только на эту расцветку и только на бомбер к сожалению у нас в чемодане в этом не было больше бомберов это была единственная наша приманка единственная наша модель вот и поэтому ловил только один из рыбаков в частности я второй пробовал параллельно плыл с ним посаживал другие приманки ничего не клевало ну и конечно же нам после этой рыбалки понравилась эта модель мы решили попробовать другие цвета этой же модели вот и стали потихонечку докупать где-то в магазинах а где-то заказывали онлайн вот тем самым накопили достаточно уже большую базу вот и есть чем поделиться есть про те воблер рассказать вот один из наиболее самых универсальных и самых уловистых воблеров это вот такой вот рассеточки где спинка желтенькая прыжка желтым красные глазки вот а бог прозрачный но он прозрачный даст он видите не просвечает а внутри в него вставлены серебряная када фольга которая при вот таких подвижениях в воде солнечную погоду она дает небольшие блики за счет чего хищник очень хорошо реагирует на вот эти вот мерцание так вот так друзья еще одна поклёвка опять на желтый воблер серебряным бачком сегодня щучка этот зачем так подмотал капа так не надо не показывать на вот еще одна щучка надо на хорошенькая это хорошенькая кипотки 8 наверно будет молодец молодец также вот у нас есть вот такой вот тоже прозрачный синенький воблер вот он даже на мой взгляд имеет небольшое преимущество то что фольга у него здесь не просто серая а имеет блестящий такой же оттенок но при этом имеет структуру битого стекла но рыбаки наверно меня поймут и знают что если насадить голубой подбитое стекло он конечно же будет давать результат еще преимущество это это воблер в чем то что на нет метку атаки вот щука видит такие точечки тоже на них хорошо реагирует вот такой вот есть это тоже мой воблер вот ну понравился мне увидел как-то я его на сайте думаю нифига себе фиолетовый прикольный яркий классный как новогодняя игрушка есть такой вот он мне понравился думаю если мне понравился на стихе понравится я решил его заказать и вы знаете не промахнулся даже в самые какие-то времена когда не клюет вообще вот этот воблер дает результат одну штуку но за рыбалку он все таки тебе принесет вот такое расцветка это наиболее из последних вариантов буквально года два назад мы купили его можно полтора это вот такая тигровая окуневая раскраска вот щука тоже очень любит такие цвета жадно плюет вот особенно когда лето зной зеленая вода вот не вот такие вот яркие бомберы яркие цвета очень хорошо работать вот такой бомбер смотрите есть у нас тоже в арсенале золотой золотой даже смотрите даже лопата золотая и красная спинка вот такой бомбер работает но работает как мне кажется вот он не всегда работа вот казалось бы да вот я раньше тоже думал насадить этот один воблер на который или поклёвки таскать его весь день до солнечную погоду ну и типа если поклёвки я знаю что у него сегодня клюет но будет ловиться но как будто как бы не так вот все-таки солнце у нас с вами подымается и светит она все-таки под разным углом в воду и вот например вот такой вот воблер ловится когда например солнце высоко или крайне низко то есть благодаря тому что у него блестящие бока золотистые видимо солнышко как-то по-особому играет вот когда солнце высоко стоит тем самым привлекая и раздражая рыбу и вот по крайней мере ну много поклёвок у него было вот именно в дневное время не в ранее ну там 7 утра 8 вот именно в дневное время поклёвки исключают вот здесь вот такой полосатый я вам сказал про не полосатая с круглыми пятнышками с такими большими смотрите я вам сказал про метку атаки а этот воблер как будто бы весь пропитан этими метками атаки с двух сторон большие круглежки вот салатовая спинка желтая брюшка вот тоже уловистый тоже уловистый можно сказать универсальный воблер то есть если рыба есть если черт есть рыба обязательно не уклюнет вот есть такое еще вот смотрите казалось бы да похожие они практически одинаковые только один голубая спинка другой черный мы зачастую катаем их парах вот и вот вы знаете летом летом поклёвки случаются лучше на синий когда вода теплая солнечно и вода немножечко грязно зеленого цвета но когда наступает осень вода становится чище то есть лучше работать вот это вот естественно приманка серого цвета с черной спинкой то есть рыба более думает что это настоящая рыбка а не искусственная решили как-то мы тоже попробовать вот такой вот бомбер немножко отличается он и по форме и по шумности вот он более глухой звук у него вот новая модель и вы знаете если честно мы прогадали потому что вот с тех времен можно даже его смотрите апгрейдили так скажем затюниговали сделали серебристый бок побитое стекло но с тех пор вот уже катаем года два тоже на него очень мало поклевок очень мало рыбы поймали вот не знаю чем это связано вроде бы красивый да и брюшка желтая и спинка синие вот или этого и бока блестящих но не хочешь плевать и все вот чаще вот заигнулся да про шумность вот эта шумность такая глухая в этом облика а вот если например взять такого если его подвести он звучит как детская погремушка то есть в нем набит он мелкими шариками который создает такой звук а здесь вообще не же крупные шарики если взгляд более глухой звук может быть дело в это не знаю вот но как по мне старая модель работают гораздо лучше ну и есть вот такой еще яркий гобблер тоже можем порекомендовать его вам по такой расцветке не бойтесь не бойтесь ярких цветов на самом деле желтая спинка розовая голова розовая брюшка сердце цвета блестящий бок все цвета работают работают в мутной зеленой воде вот если вы сейчас вот зайдете на какой-то сайт я не буду рекламировать никакие сайты где я покупаю да ну просто наберете бомберы купить онлайн в яндексе например вот вам выпадет огромное количество цветов чуть ли там не 40 вот и вы знаете я хочу вам сказать что берите любой не бойтесь цветов там они разные сетки есть каждый из них будет работать сто процентов вот просто эта модель удачно работать на мелководье я ее вам рекомендую вот до глубиной до двух метров так про бомбер я вам рассказал я сказал что в этом ящике у меня еще очень очень много приманок глубоких и более глубоких и до трех метров до четырех метров до пяти до восьми вот об этом я вам всем расскажу в другой раз вот так же у нас есть силиконовыми приманками которые тоже есть то рассказать и показать как они оснащаются ну и конечно же у нас не только бомберы мелководные есть есть еще и другие модели бомбера воблеров мелководья которая тоже показывает себя отлично обо всем этом обо всем этом я вам расскажу в следующих передачах поэтому оставайтесь на канале смотрите ставьте лайки делитесь с друзьями ну и подписывайтесь на канал буду рад каждому спасибо увидимся